прошел день и сегодня наша закваска уже готова будем переходить к изготовлению опары этот этап на самом деле очень очень простой посмотрите как выглядит на сегодняшний день наша закваска вот она вся в пузыриках я ее не мешала ничего не делала вот вот такое ее состояние для приготовления непосредственно опары мы с вами перемещаем вот эту закваску в емкость в которой мы будем разбалтывать опару стараемся максимально все вы грести ничего не оставить сюда мы добавляем воды опять-таки для любителей рецепта ну потом подробно все расскажу моя цель еще раз повторюсь научить вас принципу как это делать то есть добавляем воды и добавляем муки и заболтываем вот венчиком до консистенции жиденькой сметанки вот такой знаете как 15 процентов продают в магазине и все и даем побродить наши опаре венчик очень очень хорошо помогает в процессе замешивания но если у вас его нет то отлично подойдет просто ложка вот моя мама я ее научила всем этим процессом она уже порядка четырех лет не ходит в магазин за хлебом просто сама печет хлеб и заболтывает все ложкой кстати и месяц хлеб тоже ложкой ну вот видите вот это жиденькая такая сметанка у нас получилось вот еще раз вам покажу видите жиденькая такая такая и даем вот этой опаре побродить ну от двух часов и до пяти шесть можно и сутки то есть как вы сможете выделить себе время ну не себя вашему будущему хлебу то есть распланируйте так чтобы вы могли вот эту опару вот видите она уже булькает активизируется опять таки опара может через несколько часов расслоится то есть сверху будет жидкость а снизу осядет мука не пугайтесь просто опара очень активная и она вот таким образом перебраживает ну вот особенно если пройдет там 12 часов знаете то конечно же она расслоится но это вполне естественный нормальный процесс и ничего страшного в этом нет на такой опаре тоже чудесно замешивается хлеб ну я думаю что мы не будем затягивать оптимальный вариант это конечно дать побродить два ну пять часов а затем уже замешивать хлеб на этапе когда мы сделали опару пока я не забыла я беру ее и отделяю в пол литровую баночку я отбираю количеством где-то грамм 150 накрывая дырчатой крышечкой и прячу в холодильник это наша закваска которая хранится в холодильнике именно с нее и начинается хлеб для замешивания хлеба друзья приготовьте муку опять-таки и еще я всегда бросаю кроме муки соль сахар и высевки то есть отруби такие какие вы найдете можно овсяные ржаные можно пшеничные все друзья скоро встретимся сегодня мы замесим хлеб опара наша уже выстоялась и даже перестояла можно сказать потому что у меня не было времени она простояла сутки вот так она выглядит газовыделение окончено выглядит вот так жиденько и не пузырится но ничего страшного она все равно имеет свое действие что же нам понадобится понадобится нам соль сахар это все по чайной ложке две ложечки я положу отруби можно замешивать просто даже без отрубей и все тоже очень хорошо получается ну со струбями ну хочется же знаете вложить себя что-нибудь полезненькое и просеянная пшеничная мука самая обычная из магазина мы покупаем на развес такая лопаточка это как бы из песочника у нас и полная лопатка помещает где-то 80 грамм муки не ориентирую вас на граммы ориентирую на то чтобы вы просто понимали как это делается и на самом деле это все очень очень просто замешиваем тут два момента можно замесить до такого состояния показано эти месяц еще ложка вы ее можете проворачивать именно так делает моя мама потому что ей 86 лет и у нее не хватает сил до замесить уже колобок такой плотный то из хлеба вот то она месяц до состояния такого вот пока проворачивает ложка и так чтобы ложка не сломалась вот такой момент и можно вымесить до такого колобка знаете как мы вымешиваем дрожжевое тесто сейчас посмотрим что мы вымесим с вами я как бы было больше намеренно знаете вымесить ну вот просто ложкой в зависимости от того насколько круто вы замесите хлеб уже в готовом виде виде может быть более таким суховатым или наоборот содержать в себе больше влаги естественно что если вы вмесите ложкой до жиденького то он такой будет мокрее ну а если до колобка ну вот видите я накидала достаточно много муки и у нас будет колобок будем месить колобок колобок так колобок последнее время у нас семье замесом изготовлением хлеба занимается мой сын вот ну надо же всем распределить какие-то домашние обязанности и это вполне хорошее занятие он следит когда кончается ну у нас будет колобок но такой не жесткие видите вот он вот от рук уже отлипает но вместе с тем такое податливое хорошее тесто затем мы просто смазываем маслом которым вы пользуетесь емкость в которой вы будете выпекать то есть форму ну на данном моменте у нас формой будет служить вот такая вот оля до сковородка бывшие мы еще не использовали в этом качестве так что опробуем как нержавейка может быть формы я думаю может быть почему нет всяком случае я совершенно спокойно выпекала в чугунной посуде в железной посуде и в эмалированной тоже хорошо получалось вот мы и выкладываем несколько так расплескиваем если это жидкое тесто вы просто вываливаете тесто оно само расплывается и ждете пока оно взойдет где-то ориентировочно в два раза может и в 3 взойти дожидаться как бы максимального такого ну положение восхождения хлеба не нужно потому что он может сесть ну вот сейчас у нас мы засечу время я вам скажу сколько прошло вот пока она всходит ну вот наш хлеб подошел время засекли получается что через три с половиной часа вот он выглядел таким образом но на это не нужно ориентироваться потому что хлеб активность вот его как он всходит зависит очень сильно от температурных режимов если за окном холодно и зимой хлеб сходит очень долго ну то есть это может и 5 и 6 часов длиться а такие вот в летний период когда ну плюс такой конкретный там плюс 22 плюс 25 30 тонн буквально сходит за пару часов сейчас мы его поставим в духовку на выпекание ориентируйтесь по вашей духовке по температуре это средний огонечек и вот таким объемом не очень большим и хлеб будет выпекаться где-то при температуре вот я могу выставить 180 минут 35 готовность мы проверим шпажкой наш хлеб спекся проверяла вот такой шпажкой готовность протыкаем если на шпажке не остаются никакие следы теста то все нормально вот мы выставили я обычно хлеб вынимаю ставлю на подставку какую-то чтобы он мог остыть причем донышко должно дышать потому что иначе она мокреет и там как бы скапливается влага вот поэтому сейчас мы вывернем его и поставим охлаждаться я буду вот так вот так 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 вот такой с этой стороны такое здесь хлеба готов остынет разрежем посмотрим какой в разрезе и